Ну и поподробнее, в общем-то, вчерашнее, что начал, сегодня закончил, получилась у нас такая полянка, там единственное вот под ОСП, но это уже потом можно делать, потому что самый стрём, конечно, будет вот здесь и там, то есть у нас два хвоста, которые самый-самый стрём. Там, потому что если раскрыть, то дождик будет лить в домовой чердак, соответственно, и нас, и соседей затопят, а здесь будет стрём, потому что будем закладывать сразу утеплитель и только потом накрывать ОСП и уже потом только клеить бетонку. То есть это надо было делать прям вот очень быстро, пока погода позволяет, то есть пока вот дождя какой-то период не будет, в этот момент вот надо как-то хватать и успевать, потому что других вариантов нету. Ну, соответственно, поперечники, про них довольно-таки подробно в прошлом видео рассказывал, единственное, у нас вот здесь хвосты останутся. Здесь на торец не буду ничего шить, ни доску никакую лобовую, ничего, то есть они, стропила останутся открытыми, просто их покрашу и, соответственно, с этой стороны у нас будет водосточка когда-нибудь, не знаю, вряд ли, наверное, в этом году, но посмотрим. Можно, конечно, пришить доску, подшить фронтоны, но что-то, я думаю, оно того не стоит. Открытые стропила тоже, когда они покрашены в цвет или в контраст, тоже довольно-таки симпатично смотрятся и такой своеобразный вид у них, поэтому, ну, посмотрим. Как бы сделать оно никогда не поздно. И здесь тоже, вот вчера рассказывал про вот этот вот зазор, для чего он нам нужен, почему делаем именно так. И, соответственно, сегодня вот эти поперечники поставили, а они у нас четко прям вот в уровень ОСП, то есть здесь зазора не будет, он закроется утеплителем. Поэтому здесь вот будем делать пропилы бензопилой, такие широкенькие пропилы, чтобы у нас единая, как бы, вот эта вот щель, она дальше тоже, ну, была везде, чтобы у нас вот воздух отсюда, он проходил полностью туда, потому что здесь вот у нас 200 утеплителей, он ляжет вот так. И как раз над ним будет зазорчик. И, соответственно, мы перекроем балки, здесь у нас еще от стены на пятерку утеплитель будет, поэтому здесь мы практически все мосты холода перекрыли, и у нас останутся мосты холода только сами стропила, первые полметра. То есть такой вот кусочек, но как бы тоже без него никак. Почему такой уклон кровли, вчера тоже рассказывал. Ну, 200 дерева, в общем-то, ну, стремновато, конечно, но по-другому вот в этом случае никак. Поэтому делаем как бы вот так. Ну и натянул проволоку. Соответственно, проволоку натянул для чего? Потому что у нас утеплитель будет лежать на вот этом брусе, на балке. Балка внизу будет открытая, в помещении. И сверху, вот под утеплителем, будет пластик потолочный. Из него будет сделан весь потолок. Соответственно, пластик у нас, по ходу дела, он у нас полностью и пароизоляция, и гидроизоляция. То есть, по идее, на него никакую пароизоляцию класть не надо. Но у нас будет между пластиком разрыв, как раз вот где вот эта балка. Потому что здесь он подойдет в стык, и с той стороны он подойдет в стык. Поэтому нам балку надо перекрыть обязательно пароизоляцией. Но вот такой кусочек сюда кидать, не знаю, есть смысл, нету. Поэтому либо застелить целиком, либо такие вот сюда хвосты наложить. И потом будем сверху класть утеплитель. Почему? Вот так вот делаю. Это как бы не такая какая-то там вот прям определенная технология. Просто по ходу дела как бы вот придумалось и решил делать так. Ну, потому что часто бывает, что вот на объект с утра пришел, и как бы мыслить, чем заняться. Потому что вариантов, ну, чаще всего несколько. И думаешь, вот надо делать это, потом вот это. Соответственно, как-то в голове там мысли все прокручиваешь. Что зачем и как, что нужно для того, чтобы совершить задуманное. И тут у нас проблема какая. Если мы закроем кровлю и будем закладывать утеплитель изнутри, то с одной стороны как бы это хорошо, потому что мы к дождю вообще никак не привязаны. Но с другой стороны, когда снизу заталкиваешь утеплитель, он и падать может. И вся вот эта пыль сыпется в рожу. А когда сверху кладешь, это то же самое, что в пол кладешь. То есть процедура довольно-таки быстрая и, ну, менее такая стрёмная, чем над головой все это делать. Поэтому решил как бы делать так. И именно для этого как бы проволока, чтобы утеплитель нам сейчас лег на проволоку. Если бы там был подшит уже потолок пластиковый, то, естественно, проволока, она тут вообще не уперлась. То есть прям кладем и все. Но тут тоже как бы подшивать потолок. Сейчас и плентусов нету, и с потолком тоже городится. В общем, поэтому решил натянуть проволоку. Это, ну, и дешево, и не так уж и долго. И как бы так. А потолок будем подшивать потом, когда будет время. Уже когда пойдет внутренняя отделка. Потому что, ну, время как бы поджимает. Уже как бы и морозы обещают, и снег. Поэтому нам надо вот прям кровь из носа быстро-быстро делать кровлю. И как-то закрывать стены, чтобы потом уже работать внутри. А внутри можно и обогреватели какие-то там поставить, или повесить. И уже, ну, на порядок будет проще. А если, как бы, нас зима застигнет врасплох. Как всегда, ЖКХ застигает. То, естественно, это нам будет совсем нехорошо. Ну, и как-то вот, в общем-то. Ну, опять же говорю, это вот не такая какая-то прям технология, что вот она прям вот такая. А и по-другому типа никак нельзя. А это вот именно потому, что, ну, вот придумалось, как бы, вот в этой ситуации вот такое решение. Только и всего. Поэтому, как бы, вот этим и делюсь. Чтоб в голову пришло. Ну, и все. И, как бы, тоже вот эти перемычки. Ну, естественно, они рассчитывались, как бы, когда материал весь считался и закупался. Но все равно там вот где-то здесь понятно, что 50 на 100 больше нельзя. Потому что, если будем делать больше, это лишний мост холода. А так у нас хотя бы тут будет сотка утеплителя, и дальше уже брусок. Но тут еще меньше будет. А вот там вот, где у нас совсем, как бы, кровля висит над потолком, там и обрезки пошли вот от половых лак, там еще от чего-то. То есть там 50 на 200 много где навтыкал. Если там были бы остатки 50 на 150, то тоже, естественно, они бы все туда ушли. Ну, и, опять же, экономия материала и лишние отходы, лишние обрезки нам тоже не нужны. Потому что дрова вот по этой цене, они, конечно, получаются очень дорогие. Поэтому стараемся, чтобы обрезков у нас было минимум. Вот весь каркас, как бы, и вон лежит кучка обрезков. Ну, там меньше, ну, в половину, чем по колено она по высоте. Это вот, как бы, все обрезки, которые у нас на сегодняшний день есть. Конечно, они еще прибавятся, когда будем полы нарезать, подоконные доски, там еще обрешетку вот эту всю. Безусловно, прибавится. Но, по крайней мере, как бы, это вот самый минимум, который, конечно, мы стремимся к нулю, но оно не всегда получается. То есть вот у нас кучка мелких обрезков, и вон две кучки, это обрезки бруса. Потому что брус, как бы, надо было попадать в размер, и изначально было понятно, что без каких-то обрезков оно вообще никак не получится. Но, тем не менее, как бы, по минимуму стараемся всегда вот это все минимизировать. Ну, и все, день, как бы, сегодня прошел. С утра до вечера удалось поработать без дождя. Ну, там моросил иногда, но это фигня полная. А так, в общем-то, в общем-то, вот, как-то так.